Здравствуйте! На библейский портал Экзекет пришел вопрос. Что значит Христос взял на себя грехи наши? В 53 главе святого пророка Исаии, которого иногда называют именно за этот текст ветхозаветным евангелистом, есть удивительное прозрение как раз как ответ на этот вопрос. Он был презрен и умален пред людьми, говорит пророку Мессии, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал ус своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим и безгласен, так он не отверзал ус своих. От ус и суда он был взят, но род его кто изъяснит? «Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народом его претерпел казнь. Ему был назначен гроб со злодеями, но погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Вот эти удивительные слова Церковь Христова всегда прочитывала, как слова о Христе. Исаию уподобляет грядущего Мессию жертвенному животному. У жертвы есть несколько смыслов, у ветхозаветной жертвы, у разных жертв разные смыслы, разные оттенки этих смыслов, но почти всегда это страдание невиновного за виновного. Жертвы приносятся во очищение от греха, для прощения и для того, чтобы исполнился закон Божий, как мы знаем из Священного Писания, не бывает прощения без пролития крови, потому что каждое преступление по правде Божией должно быть наказано. У каждого греха, как преступление закона Божьего, есть последствия. Так вот, эти последствия берет на себя невиновный, по милости Божией. И это прообраз Христа, который придет рано или поздно и который возьмет на себя наказание всего мира за все грехи. Не только тех, кто жил до него или во время его, но каждого из нас и всех, кто будет жить в него и верить, что Христос освобождает нас от рабства греху и от последствий наших же грехов. Поэтому, когда в Евангелии описывается, как Иоанн Креститель, Иоанн Претеча впервые видит идущего к нему Иисуса Христа, который выходит на проповедь, он, указывая на него, говорит, вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. И все понимают, что это ссылка на только что прочитанный нами с вами текст из 53 главы пророка Исаии. И об этом многократно говорится в текстах Нового Завета, о том, что Христос умер за грехи людей, что мы имеем в этом прощение, примирение с Богом. Об этом очень много раз говорит апостол Павел. Вот это добровольное страдание по любви одного за тех, кого он любит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok